Микс Ньюс Здравствуйте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не Дома управления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон И еще раз добрый день Начинается программа Добро пожаловаться В нашей студии председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартир Председатель правления Председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко Добрый день, доброе утро Доброе утро Как всегда, вы можете задавать Это я уже к нашим слушателям Обращаюсь в вопросы по телефону 67212-93-9 67213-93-9 Можно писать в WhatsApp Номер 2306191 2306191 Любые вопросы, которые связаны Вас волнуют Вы, может быть, хотите получить Разъяснение, консультацию Какие-то вещи непонятные Вам пожаловаться на какие-то несправедливости Которые, по вашему мнению, творятся В вашем кооперативе Или у вас есть вопросы По нашей сегодняшней теме Сегодня мы поговорим об отоплении Зима достаточно теплая Хотя, вот Из-за того, что, может быть, Отапливаются дома не так Интенсивно И Ощущаем мы все равно Такой немножечко дискомфорт В квартирах Чем вот это можно Многие, может быть, будут Даже недовольны тем, как Отапливаются их квартиры Этой зимой И даже, я думаю, что довольно Большая часть населения Недовольна на сегодняшний день Условиями в их конкретно квартирах Давайте мы немножко Рассмотрим вопрос следующим образом Если мы говорим об отоплении То Очень все это Расходы Или потребление тепла на отопление Очень сильно зависят От общего состояния Тепловой системы в доме У нас на сегодня Можно сказать так Что существуют дома В которых тепловая система Полностью приведена в порядок Я под этим подразумеваю Что в соответствии с единым проектом Были заменены все радиаторы Были соответствующие Установлены дополнительные Балансировочные оборудования И таким образом Появилась возможность Подать в каждое помещение Без дополнительных затрат Без перетопа в отдельных помещениях Везде дать возможность Достичь оптимальной температуры Это, как правило Реализовано в реновированных домах Это идеальный случай Следующий Это случай Можно сказать так Немножко частичной реновации То есть где отопительная система Приводится в порядок Но не утепляется сам дом И следующая Это ситуация такая Какая она есть Но вот как она стихийно сложилась На сегодняшний день в доме То есть есть Разного типа радиаторы С разной схемой подключения И все в такой разнобой дружный В доме То есть отопление моей квартиры Является предметом Моего творчества Как вот сумел Так и сделал В этой ситуации Есть один объективный фактор Очень много домов В городе Виге По крайней мере Отапливаются Конвекторами советского типа Так называемый комфорт А20 То есть эта вот труба С решеточками Которая Была установлена В то время Когда дома строились И они имеют Два существенных недостатка Первый Когда ты сталкиваешься С эксплуатацией этих радиаторов Зачастую люди Не обращают внимания Вот эти конвекционные просветы Между пластинами Они уже давно Забились пылью Кстати и новые Современные радиаторы Они через 5-6 лет Эксплуатации Тоже эти вот Конвекционные каналы Они забиваются пылью Это тоже надо прочищать А там бывает иногда В этих комфортах Пыль такая уже слежавшаяся Что ее трудно даже пробить Это первое Второе То что собственники Не зная по каким причинам Снимают защитные кожуха Это тоже нарушает работу Значит Недостаточная конвекция От этих радиаторов Второе Это Нарушение в их работе Путем демонтажа Отдельных Кожухов И третье Самое главное Беда с этими Конвекторами В том что Если вы Поищите в интернете Их технические характеристики То оказывается Что они не дают В идеальном состоянии Даже Они не дают Соответствующую Теплоотдачу Если температура Теплоносителя Ниже 50 градусов Ниже 60 Я извиняюсь Если мы сейчас Посмотрим На то Как отрегулированы У нас теплоузлы То Как правило Сейчас Подача теплоносителей Это 50 55 градусов Примерно так И уже Вот этим Уже заложено Что те квартиры Которые оборудованы Радиаторами Еще старого типа Они Не будут Отоплены У нас Звонок Здравствуйте Доброе утро Пожалуйста Ваш вопрос У меня такой вопрос Если Дом принадлежит Бедребе И В доме Горячая вода Имеет слабый напор И температура Скажем Меньше 40 градусов Как-то Можно повлиять На эту ситуацию Какими-то Запорами Если Можно У меня К вам Вопрос Дом Обслуживается Бедребе Еще раз Дом Обслуживается Что значит Дом Принадлежит Бедребе Он находится Все квартиры Находятся В собственности Бедребе По-моему Да Неужели Или Обслуживание Или Вы счета Получаете От Бедребы Ну Счета Получают От Бедребы Скорее всего Обслуживается Бедребы И у вас Недостаточная Температура Горячей воды И как-то Можно Повлиять Понял Вопрос Слышал Да Значит Ну На сегодняшний день Существует Правило Кабинета Министров 907 Если не ошибаюсь Где прописано Что На выходе Из крана В квартире Температура Горячей воды Должна быть 55 градусов Это норматив Который Определен Кабинетом Министров Он Очень Трудно Я бы сказал Фактически Не достижил В нашем Состоянии Но С низкой С низкой Напорой Низкая Температура Горячей воды Она Как правило Может быть Вызвана Двумя Причинами Основными Низкое давление На подачу Если дом Если дом Выше Пяти Этажей То Там Это Вполне Возможно И В этом Случае Нужно Повышать Давление В напоре Второе Что необходимо Делать Это Проверить Состояние Труб Если Трубы Заросли Сильно Это Циркуляционная Составляющая Будет Такая Что Нам Никогда До квартиры Не дойдет Горячая вода В этом случае Нужно Ставить Вопрос Допустим Привести Техническое Обследование И На Техническое Обследование Откуда Из накопительного Фонда Потратить Денег И Так Постепенно Выяснить В чем Причина Она Скорее всего Технического Характера Я думаю И После этого Уже Выделять Деньги На то Чтобы Привести Систему В порядок Спасибо Еще один Звонок Алло Пожалуйста Сделайте Чуть-чуть Радио Потише Добрый день Добрый Два Вопроса Первый Нашему Жильцам Нашего дома Поступила От Садовой Стыклу Через Определенную Фирму Предложение Поменять Кабели И Вынести Счетчики На улицу Курсивые Дела Насчет Таких Акций Как нам Поступить Нам бы Не хотелось Выносить Счетчики Хотя Кабели Согласны Бесплатно Предлагают Пока Ну я не знаю В чем аргумент Не выносить Счетчики Наружу Потому что Они скорее всего Будут стоять В Защищенных Шкафах Это раз Второе То что Сейчас Современные Счетчики Устанавливаются Такие Которые Дистанционно Считываются Показания Никакой Проблемы Я здесь Не вижу Кроме каких-то Психологических Проблем Проблемы В том Что Выносятся Счетчики Там Есть Еще Другой Момент Может быть На виду С этим Замена Подвода В кабеле Установка Распределительного Счета Со счетчиками И Оплата По единому Счетчику Такое Тоже Может быть Но там Надо Смотреть На условия На которые Предлагают Но если Латвэнерго Идет На такие Меры То Видимо Техническое Состояние Вас Как клиента Уже Вызывает Очень Не тем Где Что Будет Стоять А Каково Техническое Состояние И что Вы получите Взамен Тут Виталий Спрашивает Говорит Что Ну вот Зима Как будто Бы Теплая А мы Платим За Отопление Так же Как и В холодные Зимы Теплоузлы У нас В норме Ну вот Это и Есть Одна Из причин Почему Мы Я тоже В моем Кооперативе Есть Три Типа Домов То есть Со Упорядоченные Системы Отопления Полностью Виновированы Где Система Отопления И Теплоизоляция На высшем Уровне Я могу Сказать Так Полный Так И у нас Еще Существует Отдельный Учет Тепла Потребление Тепла На горячую Воду И на Отопление Поэтому Я могу Сказать Достаточно Объективно Полная Корреляция С Наружней Температурой Только В Реновированных Домах Только В остальных Домах Все таки Вот эта Неравномерность Распределения Тепла И недостаток Тепла В квартирах Он вызывает Такую Картину Что в одном Углу Жарко В другом Углу Холодно И Те Кому Холодно Им Объективно Холодно Начинают Жаловаться В обслуживающей Организации Она повышает Температуру И картина Остается Той же Самой У этих Все равно Недостаточно Тепла А у других Уже Переток До потолка И выше То есть В данном Случа Это объективно Еще один момент Почему мы Стали платить Больше С прошлого года Действует Изменение В правилах Кабинета Министров Которые потребовали Резко Повысить Температуру Горячей воды Под флагом Борьбы С Легионел Помогло ли Помогает ли Это в борьбе С легионелой Не знаю Но Киловатт на 20 На квадратный метр Мы повысили потребление Воды Тепла И это тоже Сказалось Поскольку В большинстве Домов Нет отдельного Учета Между Горячей водой И Сколько на горячую воду Уходится Сколько на отопление Обычно На горячую воду Психологически Не повышают А на отопление Повышают И третье Все таки В этом году Вырос Здравствуйте Пожалуйста Сделайте Тише Радиоприемник Мы очень сильно Свестим Алло Да Да Извините Чуть-чуть Сделайте Потише Да Радиоприемник Еще Извините Насчет Изменения В работе Проведение Ремонта На замену Кабелей И вынос Счетчиков Наши жители Немножко Протестуют Против того Что Замена кабелей Будет На более мощный На переход На трехфазные Провода Что ли Да И Беспокоятся О безопасности Вынесенных Счетчиков Так они В квартире Находятся А после Реконструкции Будут выведены На улице Мы беспокоимся О безопасности Квартиры Которые Отражаются На счетчиках И второй вопрос Как вы относите К установке Регулирующих Температуры Вентилей На радиаторах В некоторых Квартирах Очень жарко И Люди Открывают Окна Чтобы Охладиться Не Помешают ли Эти вентили Регулирующие Вентили Как-то У нас Двухтрубная Система Подачи Тепла Спасибо Спасибо Все-таки Я вернусь К счетчикам На самом деле Счетчики Являются Собственностью Латвенерга На сегодняшний день И волноваться Вам За их Сохранность Немножко Для меня Странновато Мысли о том Что Выставленные Наружу Счетчики Будут Сигнализировать Ворам И прочим Нехорошим Людям Что Кто вы И как вы Ну я думаю Что она Несколько Такая Преувеличенная Слегка В конце концов Есть Масса В этих людей Способов Выяснить Что им надо Поэтому Все что я могу Сказать Если вы Беспокоите За свое Имущество Наверное Надо Беспокоиться Путем Страхования И установки Технических Средств Охраны А не Этим Насчет Регуляторов Да Регуляторы Это очень Хороший Выход Если он Поставлен Правильно И правильно Подключен То есть Если у вас Избыток Тепла Когда вы Ограничиваете Подачу Тепла В вашу Квартиру То Соответствующим Образом Вы посылаете Это тепло Туда Где оно Нужно Либо Вообще Сокращаете Потребление Это очень Полезная Вещь Здравствуйте Да Значит У меня Два Маленьких Вопроса Нас Обслужуют Регистские Пароволны Так вот Когда мне Нажим Дослуги Допустим Сантехника Или электрика Мне объяснено Что это Все Что До двери Вашей Квартиры Мы Делаем Это Что Квартире Вы Ищите Сертифицирован Специалиста То есть Сертификат Это Или Извиняясь Бумажка Об окончании Тех или иных Курсов Эта бумажка Не гарантирует Что этот человек Что-то умеет Так вот Почему Обслуживающая Организация Должна делать Не может Производить Работы В вашей Квартире То есть Пришли Сделали Выставили Вам счет Платили В конце Месяца Тогда есть Какие-то Возникают Проблемы В качестве Произведенных Работ Вы можете Обслуживающую Организацию И потребовать Допустим Или переделки Или извещения Типа материального Вот Как Это дело Решить Почему Я должен Сказ На стороне Сортифицированного А не Специалист А не Человек Который Придет С обслуживающей Организации И станет Все неисправные Себя Как он Это идет Еще по Этому Поводу Гласят Закон Спасибо Ну Сразу Отвечу Вам Как РНП Так и Большинство Обслуживающих Организаций По договору И по Своей цели Обслуживают Общую Часть Имущества То есть Если мы Говорим Таким Образом Это Наружные Конструкции Окна Двери И Точнее Стены Крыша Фундамент Подвал Коммуникации Общего Пользования До входа В квартиру Все То что внутри квартиры Мы как правило Не обслуживаем Это вызвано Следующими вещами Первое Мы В этих условиях Совершенно четко знаем Сколько людей Какая зарплата И какой бюджет Нужен для содержания Общей части имущества Потому что Это регламентированный Рынок внутри квартир Но он не прогнозируем Он может То быть потребность То не быть потребность Насчет сертифицированных Специалистов Я не знаю Квалифицированные Специалисты Должны быть Следующий момент Идти в квартиру Зачастую Это достаточно Большой риск Потому что Понятие квартиры Сегодня очень Такое Расплывчивое Может быть Квартира Скажем так Условно Еще с советским Оборудованием Может быть Квартира Со стандартным Простым оборудованием А есть квартиры Где установлены Такие системы Что Вообще Там требуют Особого Фирменного Подхода Поэтому На самом деле Мы не идем И не должны Идти И не идем Но тем не менее Во многих Домоуправлениях В том числе Насколько я понимаю В Игостном Породник Существует Ценник Если ты хочешь Заявиться На работу В квартире То Специалисты В Игостном Породника Либо их Субподрядчики Они идут И делают Но это за Отдельную плату Но это естественно Есть люди Которые Никогда не пользуются Для обслужения Своей квартиры Услугами Домоуправления То есть Общими деньгами А есть те Которые Хотят Попользоваться Но здесь Нужно решать Вопрос Отдельно Здравствуйте Пожалуйста Вот мы сейчас Выслушаем А Сорвался звонок Просто Время Сейчас нам Сделать Небольшую паузу После чего Мы вернемся В студию Пожалуйста Звоните Продолжайте Звонить 67212 939 67213 939 Микс Ньюс Продолжается Программа Добро пожаловаться Председатель Правления Товарищества Центр консультации Собственников Квартир Председатель Кооператива Бака 2 Сергей Сидорко В нашей студии Звоните 67212 939 67213 Добрый день Доброе утро Здравствуйте Здравствуйте Пожалуйста Ваш вопрос Два вопроса Первый Девятиэтажный дом 119 серия Электросчетчики Расположены На личной клетке И в одном из счетчиков Обнаружен был шум Ну он там Шумит или трещит Позвонили в садовые спиклы Попросили посмотреть Получили ответ Что Счетчик должен смотреть Сертифицированный электрик И они не выезжают туда На что было им сказано Что А если проблема В счетчике Все-таки Он говорит Сертифицированный электрик Может вскрыть его Я говорю Если он не обнаружит Проблему в счетчике В проводке А кажется В счетчике Мне надо будет платить За его вызов Он говорит Ну тогда мы приедем И этот вопрос Непонятен То есть Они не выезжают Сталкивались С такой ситуацией Это первый вопрос И второй вопрос Рига Самопарвел Точно так же Обслужит этот дом И в счета Жителям Включает Информационную строчку Что дом Имеет долг Такое-то там За воду За Общая сумма Но В этой сумме Включены те квартиры Которые уже Проданы Заселены Новые люди А долг Остался Как бы этот Виртуальный На этих квартирах То есть Человек уехал Квартира продана Новый хозяин Все платит Но За этой квартирой Как бы числится долг В счете У нового жильца Естественно Этого долга нет Как Эту ситуацию Убрать Чтобы этот долг Не висел В этих счетах В общих И эту сумму Не пугала людей Там Сотни тысяч Получается На большой дом Два вопроса Счетчики Кто имеет Ответственность И как это делать Да Ну чтобы их поменять Вызвать Садовый стыкл Специалисты Не платить Электрику ЕСПР Ну и второе Убрать эти Счеты Спасибо Эти суммы В своем отношении Садовый стыкл Насколько я понимаю Есть два Способы Каким образом Заключаются Договора Между Домом Ну скажем Между домом И Садовый стыкл И две схемы Есть дома Отдельные дома Их не так много У которых есть Общий счетчик То есть На входе в дом Стоит общий счетчик Электроэнергии Дальше Как Уже Как Вторичные Или контрольные счетчики 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 В квартирах В этом случае У человека У собственника Квартиры Нет прямого Договора С Электриумом Или с Садовый стыкл И в этом случае Тогда ответ Садовый стыкл Справедлив Если же У вас Не такая ситуация И вам просто Надо в дом Управлении Поинтересоваться Особенно Это касается Бывшие Отрасшевые дома Которые Принадлежали Министерствам Или ведомствам В свое время В советском Вот там вот эта Система была Распространена Если нет Если у вас есть У вас есть Индивидуальный договор Садовый стыкл В вашей квартире То тут что-то Непонятное Потому что На самом деле Либо вы не туда Обратились Вы должны обратиться И потребовать Чтобы у вас Пришел инспектор Если у вас есть Прямой договор И проверил Работу счетчика Потому что у вас Есть подозрение Что он неправильно Показывает Потому что Если у вас есть Прямой договор Садовый стыкл То между вашей квартирой Садовый стыкл То в этом случае Зона ответственности Счетчик собственности Садовый стыкл И они отвечают За его Все параметры Относительно долга Это не виртуальный долг Это реальный долг Я хочу вас разочаровать Не важно Что жильцы уехали Таково наше законодательство Если с этого жильца Не успели По каким-то причинам Взыскать долг Я не буду вдаваться Почему Кто и как Если Он недостижимый Против него Невозможно Поднять Иск То долг Дома Надо учитывать Что его Убрать Можно будет Из этого списка Если не будет Какого-то специального Постановления правительства Или Законодателей То этот долг Придется гасить Действующим Собственникам Квартии Это совершенно точно Если вы хотите Более подробно Подискутировать Можете задать вопрос Через Ватсап Мы тогда попробуем Еще раз вернуться К этой теме И еще один вопрос Сразу Здравствуйте Доброе утро Скажите Счет за газ Можно вопрос Значит Квартира Квартирный дом Маленький расход Каждый год Было не больше 11 евро В этом году 55 С лишним евро Биланс Какая-то позиция 20 чем-то Сексета Макса Позиция 20 чем-то Это правомерно Или какая-то ошибка Нет Это не ошибка В связи С оптимизацией Там Подстройка Под регулу Был Латвия с газопоставщиком И мы платили За газ Тариф был установлен На кубометр газа И поэтому В этот тариф Была включена В том числе И стоимость Содержания сетей И так далее Счетчиков И всего прочего Ведь на сегодняшний день В многоквартирном доме Как правило У вас прямой договор С Латвии с газа Или кто там сейчас Заключает Газка Да Латвия с газа Значит И А с Прошлого или позапрошлого года Поскольку разделилась Там газ Скала Отвес газа Там еще что-то На три компании Транспортировка Продавцы В итоге С вас Вам теперь берут За абонентскую плату За то что к вам Подведена определенная Трубопровод За его содержание Берется одна плата Как по аналогии С электричеством То есть За содержание сетей Ну я не знаю Ну я не знаю Кто там бедный Кто богатый Но такое Такого распределения В принципе Определенная логика Есть Ведь если вы Заказали себе Такую услугу Как подачу газа То мне совершенно Как-то вот Транспортная компания Не важно Вы потребляете Эту услугу Или нет Я вам обеспечиваю Работопоспособную Коммуникацию До вашего крана Непрерывную Но это Чего-то стоит Сколько стоит Я уже тут не буду Дискутировать Но в принципе Это логично Потому что Вдирание нас Логика по-любому Наблюдается Так что Ну вы знаете Я не знаю Я не могу сказать Но на самом деле Если вы думаете Что вся это Газовое хозяйство Допустим Я могу сказать Срок службы Внутри домовых Коммуникаций 50 лет газовых Срок подходит К концу На сегодняшний день Эти коммуникации Принадлежат Латвии с газом Их надо будет Восстанавливать Это тоже будет Вдирание денег Ну я говорю Логика наблюдается 5 раз За 15 кубометров Ну как бы Все нормально Я не знаю Понимаете Вы мне задаете Политический вопрос Вы спросили сначала Экономический вопрос Я вам ответил Вы теперь начинаете Говорить Ну вы общаешься Я говорю Еще раз спасибо Большое за общение За информацию Да И еще сразу Один звонок Здравствуйте Доброе утро Доброе Скажите пожалуйста Должны ли мы Платить За циркуляцию Воды в зимний период Конечно Конечно Ну так отопление же включено Ну и что Ведь трубы По трубам Горячей воды Течет Постоянно Циркулирует Горячая вода Как по всем Законам физики Все что имеет Температуру выше Окружающей среды Оно будет терять Эту температуру Соответственно При циркуляции Все равно теряется Далее напомню Это горячая вода У вас извините Циркулирует В основном В сантехнических Помещениях Где нет Отопительных приборов И На самом деле Проектантами Вот там где были Дома с циркуляцией Ванны Комнаты И туалеты Они отапливались За счет циркуляции Это вторая Второй Контротопительной системы Но самое главное Что я хочу вам сказать Уважаемая дама Поймите правильно Вы платите Если выделен Вас платеж За циркуляцию Или он не выделен Меньше счет За тепловую энергию От этого не будет Он не будет меньше Но Если вы хотите Таким образом Посчитать Без циркуляции Ну Получится так Что кто-то будет Выигрывать Кто-то будет Проигрывать Это не будет справедливо Сразу еще один звонок Сегодня очень много Звонков Здравствуйте Пожалуйста В эфир Добрый день Здравствуйте Значит У нас в счетах Я пишу Показания счетчиков Сдаю А Управляющая компания Все время больше Что с ними делать Я не знаю Потом знакомый За циркуляцию воды Выиграл суд 400 евро Суд выиграл А ему все равно Пишут этот долг Постоянно Назло Это самое Ну а порядок С водяными счетчиками Только так Вот я раз участвовал В одной бедребе Так они Приняли решение Что В один день Должны У всех смартфоны Надо сфотографировать Показания счетчиков А кто нет Управление Пошло и проверяло И там и счетчики И в обратную сторону Крутились И Стояли там За стиральными машинами В общем Только так Надо дать людям Ходить по квартирам И проверять Регулярно Раз в месяц Или раз в три месяца Спасибо Ну ходить И проверять Допустим Это вопрос Такой для меня Очень сложный Потому что Ты придешь И что-то увидишь Если я что-то делал Со счетчиком То я как правило Прежде чем тебя впустить В квартиру Я устраню это Это первое Второе Это колоссальный Человеческий Весобственно Что значит ходить Это значит Нужно договориться С человеком О том Что ты можешь Зайти к нему И что ты увидишь Что у него По сравнению С показаниями Скажем На 30 кубов больше Которые он сдал Но он скажет Были гости Ну что ты дальше Сделаешь Поэтому это неэффективно Разницы по воде Я не буду обсуждать Вопрос Он давно уже обсуждался Она есть Существует Ее надо устранять Техническими средствами Если мы говорим О том Что там Бедрево Приняло решение Да Собственники Квартиру Имеют право Собраться на собрание И установить Удобный им Порядок Распределения Той же Счета завода Но того Существующего Счета Не того Который ваш Квартирный счетчик Показывает А то что он Выставляет Рига судность Вот его надо делить Так чтобы В итоге Все совпало Относительно Технических средств Ну сейчас Кооператив У нас три дома Приняли решение Установить Счетчики С радиосигналом Чудная вещь Не надо никуда бегать Не надо никуда ходить Этот счетчик Прекрасненько Фиксирует Он в нужный момент Тебе сообщает Потребление Это раз Второе Он фиксирует Способы Если на счетчик Оказывается Механическое Либо Магнитное Воздействие Он сразу У него Прямо Мы поставили На одном доме Буквально через Три часа После установки Счетчика Он пишет Что в такое-то время В такой-то час К счетчику Приставлен магнит Через столько-то минут Его убрали Ну все Давайте ребята Уходить Я понимаю Что вы сейчас Мне сейчас тоже скажут Что это деньги Да Это деньги Но На самом деле Человеческий труд Вот Ходить И что-то выяснять И сказать Фактически Все эти Вопросы С обходом И потери В случае потери воды Это поиски Прошлогоднего снега Он давно расстоял А мы все его ищем Здравствуйте Пожалуйста Ваш вопрос Пожалуйста Извините Вы меня отключаете Я не могу задать Уточняющий вопрос Да Извините Если нам подведут Эти новые Провода Рассчитаны На большую мощность Трехпазные Так сказать Да Обязаны мы Тут же Платить По Гораздо Большую Цену За использование А чем вызвана Необходимость Подвода Более мощного У вас на сегодняшний день Ваши существующие У вас старый дом Ну 50-го года Ну Скорее всего У вас Не хватает Мощности Потому что Сейчас резко Увеличилась Мощность В квартирах Потребляемые И так далее И вам нужен Подвод Другой Но более повышенной Мощности Наверное Этим вызваны Эта реконструкция Это какая-то Акция Садала Стикл Стикл По реконструкции Домов Центра Ну Наверное Там где Магазин Скажетесь Под сомнением Того Что счетчик Будет стоять Там Или там То Потом Садала Стикл И вам скажет Что у вас Техническое состояние Не соответствует Пожалуйста Вот вам Техусловия Делайте проект И Соответственно Модернизируйте Система И вы Система И вы Понимаете У вас Не с той стороны Начинаете Мыслить Надо смотреть Так Если у вас Плохое Техническое состояние И вам Предлагают Привести В порядок Бесплатно То это Подарок Небес Вы же Начинаете Говорить Что не Я хочу Туда Я хочу Сюда Ну Попробуйте Но я еще раз Могу вам Ответить На ваш вопрос Так В центре Достаточно Плохо Да Есть На сегодняшний день Садовые стыклы Выделили деньги Пользуйтесь Этими деньгами Приводите Свой дом В порядок Что значит Плохая проводка Это пожар В доме Вы над этим Подумаете Разные Пазны Которые Требуют Разной Оплаты Я не знаю Вам надо Посмотреть На техническую Обоснованность Вы мне Задаете Технические Вопросы Человеку Который Не знает Вашей ситуации Почему Что значит Трехфазный Какой Величенный Ваш дом Как будут Эти фазы Распределены Вам же Не в квартиру Трехфазный Суют Вы как-то Я прошу прощения Давайте мы Эту тему Вам надо Поговорить Со специалистами И главное Выяснить А сколько вам Обойдется Самостоятельная Реконструкция Систем Тогда у вас Аргументация Поменяется Очень много Просто сейчас Я попрошу Немножко притормозить Может быть Со звонками В прямой эфир Потому что у нас Остается мало Времени А много Вопросов Пришло на СМС Значит Один из вопросов Ситуация в Эстонии Как там Жильцы управляют Своими Многоэтажными Домами Какая у них Ежемесячная Плата За обслуживание И Второй Я понимаю Продолжение вопроса Кто у нас Контролирует Управляющие Компании Ответ Начали Сразу Со второго Поскольку Это очень коротко Никто И В принципе Нет никакой Защиты Кроме суда Об этом Мы уже говорили Птаться ли Бюро по защите Прав потребителей Считает Что это Мы Не потребители Собственники Квартир Поскольку мы Коллективно Заключаем договор Соответственно Значит Выше бога Нет Кроме суда Больше ничего Не решают Наши вопросы Первый вопрос По поводу Эстонии Там В основу Положено И государством Принято Что каждый Многоквартирный дом Является Бедри Или товариществом В их понимании Там немножко Другая специфика Товарищества Но каждый дом Управляется Товариществом И он сразу Изначально Является По закону Товариществом Которое Зарегистрировано В госрегистре Независимо От того Хотят Этого Жильцы Или нет Если Жильцы Это товарищество Не наполняет Своей активностью Своим членством И выборами Председателя Правления То единственным Членом Беды Товарищества И Членом Правления Является Действующая Управляющая Компания Все остальное Примерно Как у нас Собственники Квартиры Собираются На собрание Выбирают Себя Управляющую Компанию Могут Сами Управлять Дальше Единственное Отличие Там с Долговым Вопросом Но это Отдельная Тема Я сейчас Не буду В нее Углубляться У них Там По долгам На сегодняшний День Они В прогрессии По отношению С нами Очень далеко Ушли вперед Вопрос Такой Почему Вы обслуживаете Только места Общего пользования А берете Деньги За обслуживание Из расчета Жилплощади Ну Давайте Скажем так Очень просто Если вы Посмотрите Закон О квартирной Собственности Там сказано Там четко Что такое Общая Собственность И что такое Жилплощадь Ну не Жилплощадь А индивидуальная Собственность Это разделение Там очень четко Сейчас не буду Эту характеристику Приводить И в этом же Законе Сказано Что затраты Связаны С содержанием Общей части Имущества Каждый Собственник Несет Пропорционально Своей доли В общем Имуществе То есть У нас Если вы посмотрите У нас главный Показатель Не площадь У нас главный Показатель Ваши идеальные Доли Имущества Они в книге Вземельной книге Тоже указаны И так далее Но они считаются Исходя из Общей площади Поэтому Законом Определено Что если Нужно обслуживать Какую-то Общую трубу То каждый Собственник Вот эту Тысячу Допустим Евро Условно Нам надо Заплатить Каждый Собственник От этой Тысячи Все их Общие площади Складываются Вместе И каждый Пропорционально Своей Общей площади Платит Это Определено Общая По каждом Дома Кооператива Высокие Смотрит 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 Со своей Точкой Это Такие Болезненные Вопросы Но Еще раз Отвечаю На вопрос Конкретно В первую очередь Если у вас Что-то Не проходит С бухгалтерией Прошлите Пожалуйста В правлении Это Первая Инстанция Как правило Вторая Инстанция Это В нормальном Кооперативе Мы там Допустим Тоже У нас С ревизором Заключен Присяжный Дополнительный Договор И Можно Жалобы Если Есть Конфликтная Ситуация Не Можно Достичь Скажем Правды На этом Уровне Правления Собственной Квартиры То Тогда Передаем Вопрос Для Компетентного Заключения Присяжного Ревизора Вот Вопрос Где можно узнать Расценки На работы Я так и не понял На какие работы Потому что Ну имеется ввиду Может быть На ремонт На строительные То есть Кто Кто устанавливает Эти расценки Кто-то их предлагает Допустим Я знаю Раньше Рига Силтумс Предлагал По работам В квартирах Расценки Я думаю Что Силтумсервис Рига Сегодня тоже Предлагает Индивидуальный Прайс-лист По работам В квартирах По заменам Определенных Вещей Наверняка Какая-то информация Должна быть На сайтах Соответствующих Обслуживающих Компаний Дальше Ищите На свободном рынке Компании Которые предлагают Всякого рода Мелкие ремонты Их полно Ну что же Очень большое Сегодня было Количество звонков Вопросов Я напомню Что если мы не успели На что-то ответить Пожалуйста Готовьтесь Через неделю Мы встретимся снова Каждый вторник В 10 утра Программа Добро пожаловаться Сергей Сидорко Председатель Кооператива Бака-2 И председатель Правления Всего доброго